Продолжение следует... На первый взгляд кажется, что это поможет защитить большинство криптопроектов. Но на самом деле XRP, возможно, является единственным альткоином с такого рода защитой. И не просто это, а даже то, что этот прецедент может теперь не дать другим криптопроектам выйти вообще нормально на американский рынок. Так что сегодня, чуваки, мы все это вам расскажем. На нашем канале рассказал Коинбюро, перевели криптокомменты, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал и погнали мы начинаем. Давайте начнем с небольшого вступления, которое будет нам говорить о том, что комиссия по ценным бумагам США, также известная как SEC, решила выдвинуть штраф компании Ripple и называя их токеном XRP ценной бумагой. Вот, ну дальше, чуваки, мне лень стала переводить и... Короче, что трейдерам-то с этого скажете вы? Трейд-то может дальше попереть сейчас наверх, на самом деле, на этих новостях, чуваки. И торгуем Ripple на Bobbit, на Femex, на BitGate, на всех лучших биржах, ссылки на которые вы найдете в описании, как всегда. Да, друзья, и не забываем фиксировать часть и перезаходить лесенкой. Вот, ну давайте вернемся к товарищу Коинбюро, что он там говорит-то, послушаем. Во-первых, данное дело очень далеко от своего завершения. Юрист и криптоэнтузиаст Джереми Хоген считает, что фактическое судебное разбирательство не случится раньше 2024-го. Только тогда решение по возможным наказаниям Ripple и его топ-менеджеров будет принято. Второе, это то, что судебное решение является частичной победой для обеих сторон, Ripple и SEC. Так, судья принял и отклонил различные ходатайства от обеих сторон, при этом только частично. Теперь суперключевое. Применение теста Хоуи остается подходом для определения того, является ли крипто ценной бумагой или не является. И именно из-за этого возникает ситуация, когда токен XRP в одних случаях не является ценной бумагой, а в каких-то является. И попадают здесь институционалы. А вот криптобиржам повезло. Но давайте послушаем и во всем разберемся. Затем судья перешел к тесту Хоуи и отклонил попытку Ripple изменить подход по определению того, что такое ценная бумага. И это очень важно, потому что это значит, что тест Хоуи останется подходом, которым суд будет руководствоваться, является ли крипто ценной бумагой или нет. Также примечательно то, что судья отклонил попытку Ripple классифицировать XRP как товар, например, такой, как золото, серебро или сахар. И это замечательно, потому что судья делает это на основании того, что товар, в кавычках, может быть продан как инвестиционный контракт, в зависимости от условий этой продажи. После этого судья делает сногсшибательное заявление. Цитата. XRP как цифровой токен сам по себе не является в кавычках контракта, транзакций или схемой, требующей применения теста Хоуи к инвестиционному контракту. И это очень важно, так как значит, что XRP имеет нормативную ясность. И это не ценная бумага. На первый взгляд вроде бы ничего не понятно, но на самом деле все предельно ясно. Давайте по порядку. Сам по себе токен XRP не ценная бумага. При этом аналогично тому, как и просто товар может являться инвестицией, некоторые условия продажи токена XRP могут являться ценной бумагой. Далее в документе перечисляются судебные решения. И мы вам кратко о них расскажем. Компания Ripple продавала токены институциональным инвесторам. И вот здесь действия Ripple попадают под понятие незарегистрированных ценных бумаг. Вот почему претензии SEC к Ripple на 700 миллионов долларов действительно могут стать реальным штрафом. Но есть и потрясающие новости. Любые операции на криптобиржах с токенами Ripple не попадают под понятие о незарегистрированных ценных бумагах. Также сюда входят и любые операции с токенами на вторичном рынке. Вот почему операции на криптобиржах, а также продажи топ-менеджеров Ripple своих токенов находятся в зоне меньшего риска. А теперь давайте послушаем, какие отсюда следуют выводы. В целом, это очень хорошие результаты, предполагая, что SEC не подаст апелляцию. По всей видимости, SEC не будет в ближайшее время подавать апелляцию, если бы хотела, могла сделать это сегодня. Но, как заметили некоторые юристы, апелляция на самом деле возможна, если даже невероятно. Все дело в том, что решение судьи, по сути, основано на допущении, что люди, которые покупают XRP на биржах или вторичном рынке, не знали о том, что в жизнь токена XRP вовлечена Ripple. Очевидно, что это не очень сильная позиция. Поэтому в своей апелляции SEC может утверждать, что обычный покупатель токенов XRP на биржах на самом деле знал, что Ripple была вовлечена, особенно из-за того, что изначально XRP назывался Ripple, а начал называться XRP в 2018 или 2019, в зависимости от вашего источника. Некоторые называют XRP Ripple даже по сей день. Но, к счастью, возможность апелляции от SEC не остановила крипторынок от правильной реакции на данное событие, как мы с вами и видим. XRP выдал взрывной рост на основании новостях о частичной победе Ripple. И, вероятно, основным двигателем этого стало заявление о том, что XRP не является ценной бумагой. Как я уже говорил, данное заявление предоставило XRP нормативную ясность, что является экстремальной редкостью в криптомире. Чтобы было понятно, единственная другая криптовалюта, которая имеет нормативную ясность, это Bitcoin BTC. Такие вот пироги, чуваки. И я вам напоминаю, что на BitGate вы можете торговать в кросс-инверсе вообще. У вас вот тут в обеспечении может быть XRP. Смотрите, монета. На фьючерсах в инверсном кроссе вы можете держать XRP. У меня, правда, нету, надо закинуть. А торговать всем чем угодно. Как я торгую сейчас Chainlink, например, а профит у меня в BGB. Я могу также профит в XRP, например, делать. Или вот в этих всех монетах. Супер-уникальное кросс-обеспечение всего и вся на BitGate. Ссылка на который в описании. Тоже не забываем об этом. А на Femex также напоминаю, что вы можете занимать нулевой комиссией любую монету. И я только что занял еще BNB. Я только что занял еще немного BNB и продал его. Продал его к Waves. Вот таким образом выглядит сейчас мой Long Waves BNB. Посмотрите, то есть у меня набрано почти 4000 монет Waves на 7000 долларов. Против 20 монет BNB. То есть я продал 20 монет BNB на минус 5000 долларов. И стою в паре Waves BNB, получается, в Long. Вот, а что касается Ripple, друзья мои. Также примечательно, что на бирже Poloniex, некогда крупнейшей биржи до Binance, это была топ-биржа на прошлом альтсезоне, кто помнит, Ripple сходил до нуля. Соответственно, вот он был, Long Squeeze. И я думаю, что да, это как минимум сигнал на то, что как бы дно уже пройдено. И дальше только To The Moon. Поэтому всем терпения, профитролей, держитесь крепче на этих американских горках под названием Крипторынок. Ставьте стопы, тейки, лайки. И что, скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok